Перечень жизненно необходимых лекарственных средств для людей пенсионного возраста включает в себя 89 наименований. В их числе препараты для нормализации давления, кроворазжижающие, от сердечно-сосудистых заболеваний и другие. Реализация данных препаратов будет осуществляться во всех аптеках, в том числе и коммерческих. На данный момент закон хоть и вступил уже в силу, но не введен в действие. По словам заместителя министра здравоохранения Алисы Адзенба, проект еще в разработке. Юридическую силу оно безусловно имеет, но еще не работают механизмы, которые по приведению его в жизнь. Для того, чтобы оно работало, нужны определенные внутренние процедуры для Министерства здравоохранения, для подведомственных учреждений. Для учреждений, которые не входят, то есть есть государственные и негосударственные аптеки, конечно же, это все не входит в понятийный аппарат этого постановления. Следовательно, как только Министерство здравоохранения это все урегулирует, мы обязательно выступим на телевидении, обязательно дадим знать, что постановление работает, и момент, в который пенсионер сможет прийти в аптеку и попросить лекарства по сниженной цене. При вступлении закона в силу люди пенсионного возраста будут иметь возможность покупать лекарства из этого перечня с 20-25% скидкой. При этом лекарства, стоимость которых превышает 500 рублей, будут отпускаться пенсионерам с 20-ти процентной скидкой. Надо отметить, что данная программа рассчитана только на пенсионеров граждан Абхазии. У нас есть соглашение о льготном обеспечении лекарственными препаратами граждан Российской Федерации, проживающих постоянно на территории Республики Абхазии. Следовательно, они просто подпадают под эту программу, и им бесплатно будут выделяться эти лекарственные препараты. В данной ситуации мы говорим о той категории, которая не входит в список этих льготников, и это пенсионеры, которые имеют преимущественно абхазское гражданство, не сопровождающее гражданство Российской Федерации. Что касается самих аптек, пока они работают в обычном режиме. Многие владельцы уже ознакомлены с данным решением правительства. Некоторые опасаются, что процентная ставка слишком высока и принесет им убытки. А в других аптеках фармацевты говорят, что даже не слышали о подобном решении. Мы пока не в курсе. Ничего такого не слышали. Если говорить о самих пенсионерах, новость об этом не может их не радовать. Люди пенсионного возраста интересовались перечнем лекарств и отмечали, что данный проект, пусть и ненамного, но все же позволит им экономить средства. Если лекарства сами необходимые, ежедневно пьют, ну это когда дорого, да, это плохо, очень плохо. Потому что это я знаю по себе, если цены спустить, это намного облегчит больного человека. Перечень льготных лекарств будет доступен пенсионерам в каждой аптеке, а также будет опубликован на сайте министерства. Кроме того, во всех аптеках будет вестись учет проданных льготных лекарственных препаратов пенсионеру. По словам Алисы Ардзенба, Министерство здравоохранения будет вести контроль за исполнением данного закона. Цария Смара, Стамур Гожева, Беслан Чейнджерия, Абхазское телевидение.